А просто я против. Я говорю, ну ты объяснение дай. Почему против-то? Ну против, да и все. У меня на кровати лежит это Саша Буха. Развалился тогда. Ну почему? Тогда был Конгресс интеллигенции. Здесь собранный. Со всей России. Тут был Альфёров, Лауреат Нидерской премии. Но от нашей общей нужно было, чтобы документ был представлен. И ко мне подошли в университете и говорят, а вы не могли бы прийти? А как? Ну чтобы ваши провели собрания? Они мне подсказали так. Ну и избрали меня. Я знаю там людей. Я знаю, что сказать. Ну Сашу меня избрали. Он как забунтовал. Понимаешь как? Ну я что могу сказать? Это твой зять. Вот она стоит. Дальше у нас были люди, которые здесь. Что бы мы не принимали, а я против. Ну а почему ты против-то? Ну у меня свой голос есть, я против. Ну может быть мы все ошибаемся, ты одна знаешь. Блиникова Раиса Николаевна. Вот это вот интернетное знакомство. А я против. Ну как против? Все проголосовали. Беда такая. Во всем мире кричат. Эти развратники вторгаются в дом через компьютер. Ну против. Она неграмотная. Ничего нет. Ушла что? Ушла, ослепла. И все дома сидит. А до этого обговорила она. Меня хоть как выгонять, я никогда не уйду. А мы уже знаем. Батюшка говорит, если кто так говорит, я уже знаю. Он уйдет. Это он уже этим цепляется. У нас в Потеряевке Миша Никитин. Меня хоть как выгонять, я не уйду. Нету. Это закон такой. Мы знали, что кто ругает патриархию, не понимая, что просто патриархийные, безблагодатные зарубежные церкви. Они самые первые прищипят патриархию. Это какой-то закон, я не знаю, от чего такое. У нас были здесь приезжали, я их могу по именам назвать священников. Они батюшку упрекали, да ваши люди ходят в патриархийный храм. Это срам, нельзя заходить. Как? Это благодатная церковь. Мы против того, что каноны попираются. Святые таинства попираются. Они даже когда венчают, они венцы не надевают, вот так вот над головами держат. Венчают они вот так стоят. У жениха у невесты. Да где ты? Какое венчание-то? Но если чемпионам присваивают венец, он как надевается? Венчаются, но это всегда было. Испокан веку. И вдруг причащают любого, кто бы с улицы не зашел. То есть нет ни одного таинства, которое не было бы опоганено. Я вот венчают, а он говорит священник, в моем храме третий раз венчают при живых женах-то. Я, говорит, пошел к архиерею. Ну видите, обстоятельства такие, он называет обстоятельства. Но при живой жене выйдет замуж, называется как? Прелюбодельствую. Вот это Б. Вот это все. Это церковное Б развелось. Архиерей может. Да не может архиерея разрешить. А он разрешает. Пугачеву будет венчать три раза. Патриарх там вот. Не может венчать у него даже два раза. Что непонятно-то? Очередного мальчика, говорит, нашла. И когда начинаешь это говорить, оно поперед. Ты смирись. Это враг бунтует. Не по-твоему. Но это ничего не значит. Скажи, ты себя смири. Я стал рассматривать. Мне подсказали, было в Канаде. Скажите, а у вас вот это есть? А вы не думаете, что в этом ваша ошибка была? Я стал думать. Пошел со специалистами, посоветовался. Да, действительно, это была ошибка. И он относительно потерявки, когда начинали, нужно с первого дня было бурить скважины. Не это сделать на 80-100 метров. И он обосновал, как сделать большой насос, провести по домам. Вы многое потеряли из этого. Мы посмотрели, в самом деле, шланги на улице, воровали. И мы сколько там было где-то. То есть подсказка ее требует рассмотрения. Действительно так или нет? А не так, я намертво отрекаюсь. Не надо это. Не надо гневаться. А бывает так, то отмахиваться или я уйду, не буду слушать. Это побег от действительности. Мы должны сказать, что есть возможность. Так, говори. Тут идет маленький нюанс. Я сказал, говори. Он говорит, я запрещаю. Я не могу разрешать теперь. Больше я тебе ни разу не могу разрешить без его ведомых. Твой муж хозяин. Только он. У него спрашивает разрешение. Разреши. Пять занятий. Тебе сказано? Пять. Все. Вопрос исчерпан. Пять занятий. Пять недель. Пять недель. Пять. Я не мало. Одни власти. Я у него есть муж. И он ответил. Не то, что против там. Ты сама дома обдумай. Напиши на бумажке. Я разрешаю мне написать. Ты же Богу обещала пять недель. Пять недель. Пять недель. Ну вот еще. Вот ты подойди к нам. Напиши. Тебя не унижать не столько. Мы тебя любим. Ты так вот помощь оказываешь. Куда ни посмотрю, твоей рукой написано все. Ты не забывай. Сколько твоего суда здесь? Да не надо мне ничего. А то брат смеется над нами. Чтоб не было этого. Всего один месяц. Это что? Поддержать надо все столько. Вон, Сережа, сколько ты ходил под эпитемией? Три года? Да. Три года, конечно. Ну что, брат, давай попоем. Давай, давай попоем. Оставайтесь, кто хочет попеть песнопение под музыку. Я думала, это вы что-то хотели показать. Давай, что там он поет в защиту. Ты не слышал? Нет. Давай, давай. Я хочу просто сказать аминь. Мне понравился этот ролик. Игорь, а что, где у тебя Марина? Что-то я не вижу ее. Марина? Да, никогда не бывает. Духовно рождается свыше. Ага. Для этого я не знаю, что нужно. Затяжная рождь. Главное, что я ее люблю. Все. Все, слушай. Тихо, тихо. Для нее сказали декона Андрея Кураева. Мы на днях не спали и не ели. В монитор во все глаза глядит. Там стыда не испытали ни капли. Речь держал отец, все был отчаплен. Говорил он, что Андрей Кураев. Самый злостный среди разгильтяек. Что службистом троллит заядлый склочник. Нечисти испорченный источник. Речь была поставлена корректно. Выверим, что правильно, как эффектно. Выставлены четкие акценты. Чтоб тогда бухали экскременты. Компромат был подан так, как надо. Чтоб само решил божье стадо. Ревностью по позе было меняем. Позабыть Кураева Андрея. Чтоб не беспокоились напрасно. Все у нас в порядке, все прекрасно. Сверху нам виднее все, ребята. Слово-то не пускайте в дом козля. Кожаное кресло не скрипело. Неужели вам, отец, нет дела? Что во городе-то показали? Голубок в архиерейском сане. А пух наш, он все видит и молчит. Он хочет, чтоб мы сами все сказали. Чтоб слезы незаслуженной печали. Оттерли мы с глаз тех, кто дни скорби. Чтоб пастырь был, как чудо, как Христос. Чтоб любовь была не бицеменна. Чтоб бодрость, ложь продажная и скверна. Не покрывались словом аксиус. Всем известно, что на белом свете Корень зла в серебряной монете. Тех, кто к ней с любовью прикипает. Благодать тихонько оставляет. Это главная черта системы. Знак иерархической погемы. Ими же вместо радостной улыбки. И не вздумай наши замечать ошибки. Хоть отца Андрея заплевает. Но уют вернется к ним едва ли. Лед уж троться не остановишь. Разогнался в поезд не догонишь. Чувствую, должно случиться чудо. Далеко не все у нас, и увы. Русь, она всегда такое дело. Только палок глядь овятью взлетела. Ведь Бог наш предлагает два пути. Воскреснуть в нем или бесславно сгибнуть. Я верю, будет дерево цвести. Корабль наш врагу не опрокинул. И снова будет пастырь, как Христос. Любовь, все облачатся непременно. Пройдут дожди и солнце после гроз. Взойдет, ведь тело Господа нет лена. Какую длинную песню вы писали. Спасибо. Кто это? Глеб Печерский. Это кто он вообще? Просто Глеб Печерский? Просто Глеб Печерский. Что-то как будто он не сидит. Да нет, нет, в майке он сидит. Да он простой, Мирянин. Мирянин, да. Да, вот такие слова только Мирянин может сказать. Ну ладно, я пойду. Но дело все в том, что, конечно, это все. Он оптимист, молодец. Ну и все. Ну и все.